Здравствуйте! Сегодня я поведаю вам о том, как в нашем городе чтят память выдающегося русского ученого Ильи Ильича Мечникова. Первое знакомство с нашим городом произошло для Ильи Ильича в 1867 году, когда он защитил магистрскую диссертацию в Петербургском университете, а через год он стал приват-доцентом нашей альма-матер. Обратите внимание на то, что в 1869 году в Петербурге состоялось венчание Ильи Мечникова с Людмилой Федорович. Она серьезно болела, и ученый был намерен ее вылечить. Для этого молодые супруги отправились за границу. Он трудился во Франции и Германии, Одессе и Харькове, пока не осел в Париже, где работал в собственной лаборатории в институте Луи Пастера, который позже сам и возглавил. Перечень достижений открытий Ильи Мечникова и сегодня поражает воображение. Он один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения. Мечников развивал одну из первых теорий старения и ввел в обращение термин геронтология. За достижение в сфере иммунологии в 1908 году Мечникову была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. Память о выдающемся ученом Петербурге хранит проспект Мечникова. Своё имя он получил в 1939 году и проходит в Калининском районе от Пискаревского проспекта до Лабораторного проспекта. Своё имя магистраль получила не случайно. Дело в том, что она начинается прямо от той больницы, которая до 1994 года как раз и носила имя Мечникова. Если вы хотите узнать иные подробности из жизни знаменитого ученого, то советую прочесть его биографию или воспоминания о нем, или познакомиться с его трудами. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону ваши гаджеты, берите в руки книги, чтобы лучше понимать не только то, что происходит вокруг сейчас, но и то, что было когда-то в прошлом. Как предупреждал Станислав Е. Жилец, мир всегда возвращается в норму. Важно лишь в чью. До новых встреч!